В любой непонятной ситуации Едь в Питер Все, ребят, я в Петербурге Вселился в свои апартаменты И сейчас покажу, как здесь все выглядит Вы часто спрашиваете, где я живу в Петербурге Обычно у сестры, но сейчас остановился Вот в этих апартаментах И здесь классно, прям в самом центре города Здесь вот дверь, заходишь И такая прекрасная стена Сделано все в стиле лофт Здесь небольшая кухня, вот есть Стол, за которым я сижу и Работаю, и вот такая вот Небольшая кухня Все очень удобно, все классно Но стены, это, конечно, прям Кайф. Типичный питерский дворик Мои соседи находятся прям близко ко мне И, кстати, у нас сегодня прекрасная погода Голубое небо, видите? Здесь также есть телевизор И есть шкаф, я даже Свои вещи сложил вот сюда Шкаф, чтобы все не валялось И вот такая вот Ванная комната Здесь просто душевая такая кабинка И что самое классное По этой лестнице поднимаешься наверх И да, постель находится там Вот матрас, на котором Я сплю, здесь есть полочка Фонарики для того, чтобы читать книжки И здесь есть еще кресло Но кресло можно поставить вниз Кстати, вот с высоты Как смотрится нижняя комнатка Вот такие апартаменты Я оставлю ссылку внизу, чтобы вы имели в виду Находятся прямо в самом центре города На площади в основном, недалеко от галереи И специально для вас скидка до 20% В этом апарт-отеле Если вы забронируете через их группу ВКонтакте Либо по номеру телефона Я оставлю все внизу И также ВКонтакте они проводят розыгрыш На 14 февраля можно бесплатно выиграть Одну ночь здесь проживания Нужно просто вступить в их группу И сделать репост Также я оставлю ссылку на их сайт И скорее всего на Букинг Если вы любите пользоваться Букингом А сейчас я отправляюсь увидеться с Антоном и Сульяной Я пришел в гости к Антону Это Тони Бойцов Элина, знакомьтесь Ну а с улиткой вы и так С Сульяной вы и так знакомы Антон сам приготовил сырники Очень вкусные Я уже съел небольшой кусочек Спасибо, Антон И у Антона еще здесь стена Я попробую здесь написать на китайском Можно же, да? Да, конечно Мы сели в машину к Ульяне Она наш сегодняшний таксист бесплатный И сейчас она Я вам сейчас ее покажу Она убирается А как нажимать на то, чтобы... Нет А, да Она меня убьет Она меня убьет Ты сейчас получишь, а ты палка Нет Нет Ульяна, не бей меня снова Просто посмотрите на ее лицо Какое она хмурое Тебе понравилось? Очень Безина Большая черепаха Доброе утро, ребят Ульяна, поздоровайся Антоха Хочется сказать огромное спасибо Ульяне За такое шикарное вождение Это честь для меня сидеть в машине с... Княгиней Дочкой Шумахера Мама, меня заставили Смотрите, 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 вот Он на сноуборде катается Это выглядит очень эффектно Так, стоп, стоп, мне надо взять в историю Не уезжай, пожалуйста Ну что, куда же мы без еды Мы пришли в корейский ресторан И, по-моему, кстати, я никогда не пробовал корейскую кухню Так что мы сейчас с ребятами попробуем Мы взяли разные блюда Я буду есть суп с морепродуктами И какие-то рисовые штуки Какие-то палочки рисовые Ребята будут есть Как это называется? Так что они будут пробовать и я их снимать Мы ждем, когда нам принесут Ребятам принесли их блюда Я забыл опять название Как называется? Пи... что? Пи-бен-бап Пи-бен-бап Я надеюсь, что я правильно произношу И сейчас мы спросим, каково им это есть И вообще, что это такое Потому что обычно вы видите Всякую китайскую еду И тайскую еду Но не корейскую Кто из вас будет рассказывать? Фуд-блогер Фуд-блогер, рассказывай Антон, кстати, фуд-блогер У него классные фотки в инстаграме Я оставлю ссылку внизу на ребят И на улитку И на Антона Так что найдете внизу Рассказывай Это рис Морковь, папа-корейский Папурник То есть, получается, снизу рис Рис, а сверху топпинги Говядина Потом морковь Морковь, папа-корейский Огурцы, салат, яйцо И подается с говяжьим бульоном А еще подается с острым-острым соусом Но, я как понимаю, ребята не особо прям едят совсем острое Поэтому они не добавили Я, конечно, добавляю все полностью Мне принесли рисовые палочки Выглядят, на самом деле, аппетитно И покрыты они майонезом, по-моему Я думаю, что это майонез На самом деле, я пробовал много раз в Китае Но вам не показывал Это вкусно в остром соусе И это сыр, а не майонез Мммм Немножко напоминает сырные палочки Еще по вкусу мне добавят немножко картошку Я сейчас попробую вот этот острый соус Он должен быть пипец острый, на самом деле Вот это острое То есть, да, в России тоже есть острые блюда В корейских и китайских ресторанах Это называется такпоки Надеюсь, я правильно произношу И это чисто такпоки, потому что покрыты сыром А как бы ты описала текстуру, которая вот внутри? Как будто вот рисовая каша переваренная В хрустящей корочке И с острым соусом и сыром И внутри... А тебе понравилось? Угу, ну, острый Ребята, это очень острым Я съел практически весь соус ульяны И у меня просто во рту все горит Так что, если вы мне будете писать в комментариях Что в России нет такого острого И нужно что-то переводить из Китая И тому подобное Это все вранье Есть острое в азиатских кафешках Потому что, скорее всего, наверное, это из Кореи привезены И идет мой суп Мне принесли вот такой острый суп Он самый-самый острый, какой вообще возможно сделать Видите, все прям в перце И здесь отварной рис Потому что я люблю есть с рисом все супы Том-яма и тому подобное Потому что, в принципе, так делают в Азии И потому что так наедаешься Выглядит аппетитно Сейчас будем пробовать Ну что, пробуем суп Выглядит очень аппетитным И сейчас попробуем, насколько он острый Он острый, но недостаточно острый Хотя мне сказали, что Ты уверен, что ты хочешь самый острый Чем-то напоминает том-ям Только без кислинки Много морепродуктов и кривитули Смотрите Честно, обожаю такие супы Только мне не хватает здесь соли И не хватает здесь остроты Поэтому я бы съел бы Я сейчас добавлю соль Я бы съел бы соусом, который принесли им Так нормально, но мне больше понравились рисовые шарики Ой, не рисовые шарики, палочки Я сейчас нахожусь в ресторане Кимчи Точнее, в кафе же Кимчи И здесь, смотрите, кейпоперы Огромное количество кейпоперов И моя поездка в Питер Прямо какая-то корейская Я хожу по одним корейским местам Это уже третье место Ребят, посмотрите В Петербурге даже в меню пишут Кура, а не курица Мне принесли рамен Он с морепродуктами И пипец какой должен быть острый На что я на самом деле очень надеюсь Так что будем сейчас пробовать Егор, Ксюша, привет Я надеюсь, что вы помните ребят из Яншо Егор взял с курицей Ксения взяла кимпап А, кимпап, кимпап Это их роллы корейские Выглядит аппетитно И с чем они? С овощами Сейчас буду пробовать бульон Я сделаю вид, что пробую его первый раз Я просто до этого попробовал за пару секунд Он просто Он просто пипец острый Вот реально Вы знаете, как я люблю острое Вы знаете, что я переел кучу еды в Азии Оно острое, такое же, какое острое И в Китае вот все эти супы Это жесть И честно, Егор Я не знал, что ты едешь такое острое Просто у меня уже горит желудок У меня просто есть Я прям чувствую, как еда проходит через глотку И доходит до желудка из-за остроты Жесть Я не знал, что коведи едят такую острую еду Я думал, что это китайцы извращаются Ну это очень вкусно Очень, но острым Все, ребят, я дома И в итоге я был в трех корейских ресторанах Здесь, в Петербурге И вот в одном китайском Из шести дней Я поэтому каждый день практически ел азиатскую еду И одну кафешку я вам не показывал Она называется Баб Дип Если я правильно произношу И там я ел вот такое По-моему, это то же самое, что ели Антон с Ульяной Но я точно не могу сказать Правда, порция была намного больше Еще были закуски И тоже был вот суп Ну я не знаю, говяжий был или нет Я его съел Но я что-то даже не спросил, что это за бульон И я решил, что раз в этом видео было столько корейской еды Почему мне не попробовать какие-нибудь корейские продукты Я купил тоже в Баб Дипе напиток из Сеула Тут написано, что он произведен в Сеуле Также я купил чипсы корейские Со вкусом креветок По-моему, они безумно популярны Ксюша, которую вы тоже видели в видео Говорила, что она обожает вот эти вот корейские чипсы И вот такие вот палочки Эти палочки сто пудов популярны в Корее Не знаю точно насчет этой фирмы Хотя написано, что бренд номер один в Корее Так что может быть вот это вот пепера Я не сомневаюсь, что это будет вкусно Просто мне хотелось с вами тоже поделиться какими-нибудь корейскими продуктами И чтобы вы знали, что здесь в России они тоже продаются По крайней мере в Санкт-Петербурге В Москве, если честно, я не встречал Внутри еще одна упаковка Как всегда, в принципе, они все так делаются И внутри вот такие вот палочки Они выглядят вот так вот аппетитно Как мини-мини шашлычки Я пробую Вкусный молочный шоколад Который похож, если честно, на топленый альпингольд с орехами Отличается шоколад от китайского шоколада В Китае немножко другой шоколад Это прям реально мне напоминает альпингольд Кстати говоря, корейцы, которые со мной учились на севере Любили альпингольд Они постоянно его покупали Потому что альпингольд можно было купить в русском магазине Одобряют за шоколад Потому что похож на наш шоколад Странно, что у нас в детстве такого не было Это же легко, в принципе, делается У меня в детстве были только такие палочки соленые А палочек с шоколадом не было Сейчас попробую напиток Написано, что он изготовлен в Корее Ну, открывайся Со вкусом винограда Там желешки Стоп, сейчас налью в прозрачный стакан А то вы меня постоянно просите, чтобы я Когда пробовал напитки, надевал в прозрачный стакан Видите? Я вам покажу Прикольно Офигеть Там прям плавают Виноградинки Но они типа как желешные То есть, видимо, в них добавили желатин Я не знаю Похоже на настоящий виноград Но это не как в компоте Мне нравится, серьезно Потому что я не люблю желешки внутри Я вам уже об этом говорил, когда пробовал китайскую еду Точнее не еду, а китайские напитки Здесь мне нравится, потому что более натурально Да Очищенные ягоды винограда без косточек Круто Вот это мне нравится больше Почему в Китае такого нет? Либо есть, но я не пробовал Дин-дин-дин-дин-дин Видите? Прям текстура даже винограда видна И пробуем чипсы Креветками не пахнет В общем, морепродуктами не пахнет Пахнет просто чипсами Выглядят они вот таким вот образом Я не чувствую креветок Кстати, по-моему, стоит 80 рублей Что недорого для корейских чипсов За все отдал я 210 рублей За напиток За вот эти палочки И за это По-моему, это не очень дорого Мне это напоминает просроченный читес Такой более твердый читес Потому что читес мягкий прям такой А это довольно-таки твердый читес Как читес, только твердый И если вы помните в одном из видео Где, по-моему, русские блогеры пробуют китайскую еду Костя Пак сказал то, что В Корее во многих чипсах нету толком картошки То, что они добавляют туда муку Так вот, здесь составит тоже на первом месте мука Короче, это я не одобряю А шоколадные палочки И тем более Напиток мне нравится Надеюсь, вам понравилось это видео Ждите следующее видео Оно выйдет в Сулань И я уеду уже из Санкт-Петербурга С вами был Костя Косанов Не забывайте, что место, где я живу Ссылки будут внизу в описании Пока-пока